Я был изумлен, что вы вообще обитаете здесь в России последние годы, потому что, судя по даблоидам, Павел Буре, он просто вот из Штатов сюда наведывается крайне редко. А выясняется, что вы здесь, поэтому вот это вот для меня... Ну, вообще, это было всегда ошибочное мнение. Понимаете, я всегда говорил, что в Америке я работал, и начиная с 91-го года я достаточно много времени провел в Канаде и в Америке, но как у меня была свободная минута, я всегда возвращался домой, то есть в Москву я... Это мой дом, как бы я здесь родился, вырос, поэтому... То есть вы к Москве испытывали такую вот, ну, ностальгию, то, что называется, да? Я нет, не ностальгию испытывал, а я очень сильно скучал, когда мне приходилось подолгу находиться в Америке, я очень скучал по Москве. Ну, а странно, вот супруга рожала в Майами, насколько знаю, мама ваша, будучи, живя в Москве, поехала вас рожать в Минск, это правда? Ну, я этого не помню, честно. Нет, да, я понимаю, что этого не помню, но я это просто прочитал, поскольку пишут самые разные, я хотел вообще это вот, как бы, проверить. Ну, у вас же место рождения Минск, правильно, по паспорту? В паспорте Москва. В паспорте Москва, да? О, знаешь, ну вот... Могу паспорт показать. Да? Да, у меня... А вот мне кажется, что в Википедии написано, что Минск, по-моему, я смотрел. Ряд я смотрел, да. А, то есть вы тоже смотрели, да? Да, это мне кто-то говорил, я смотрел, да. Ну, я могу сказать, что в связи с рождением мне написано Москва. А, удивительно. Вот откуда берутся вот эти вот мифы? Да, вот это мне нравится, когда мы... У меня мама просто выросла в Минске, так как у нее родители были москвичи, и дедушку очень часто переводили на разные, как бы, работы в разные города. А, да, да, у меня мама вообще родилась в Армянской СССР в тот момент. Ну, да. В городе Ленинакане, хотя родители были москвичи. А потом дедушку перевели работать в Минск, и он, в принципе, потом решил там и остаться. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.